Мы пришли в офигенное местопыток, где людям делают больно. Для того, чтобы открыть физмат, нужно минимум 100 тысяч долларов. Вопросы будут не о том, какой у тебя красивый бизнес, а о том, как все-таки девушке молодой удалось это сделать. Ты была юристом. Потом что-то пошло не так, я поняла, что это не мое. Почему ты могла себе это позволить? Женщина не должна работать. Офигеть. 21 год тебе дали зарплату 400 долларов. Да, да. У меня бизнес начался с помещения, а не с бизнес-плана. Я пришла с такими вот глазищами. У тебя сейчас есть партнер. Когда он появился, и почему? До того, как заходить в партнерщину, нужно договориться, как с него выходить. Сколько тебе нужно было заработать, чтобы выйти в ноль? В идеале миллион. Вот реально то, что тебе так долбануло по лбу, вот ты понимаешь, что ай-яй-яй. Нельзя с нулем открываться. То есть это первое, то, что ты знаешь сейчас. Это самое. Это очень важно. Приземлилась. Ну что, всем привет, друзья. У нас сегодня с вами классный выпуск. Во-первых, потому что мы пришли в офигенное место пыток, где людям делают больно и где, самое главное, они выходят такие мокрые и страшные. И этот мокрый и страшный человек, который вообще рассказал мне об этом месте, это мой муж. Поэтому этот выпуск еще приятнее. Я бы могла его назвать «Пытки моего мужа». Но на самом деле, это офигенное место. Это спорт хаб. Это вам не фитнес-клуб. Это вам не вся эта фигня, к которой вы привыкли. Это модно, круто. Это полезно для вашего здоровья, для вашей фигуры. Особенно после салатика в оливье и прочей этой хрени, которой вы пихались, я думаю, недельки две, а то и три. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как молодая девушка однажды с прекрасной карьерой, с шикарной зарплатой вдруг решила, что в жизни нужно что-то менять. Потому что она родила ребенка. Ну, в общем, девочки меня поймут, и ее тоже поймут. Вот пришла ей однажды такая мысль. И эта мысль переродилась уже практически в четыре спорт хаба, и она не собирается на этом останавливаться. Поэтому смотрите до конца, потому что сегодня супер-пупер-интересно. Пришло время познакомиться с той самой Ериной с красивым именем. Вообще, вот мне кажется, с красивым именем нужно женщинам ходить в историю. Привет! Привет! Вопросов к тебе много. И вопросы будут не о том, какой у тебя красивый бизнес, а о том, как все-таки девушке молодой удалось это сделать. Поэтому давай начнем с тобой сначала все-таки. И то, что интересно, ты была юристом. Да. И жила себе спокойно, припеваючи, гуляла по Америке. Что ты делала в Америке? Давай, вот, как это вообще, вот, понимаешь, всегда девочка есть какая-то, которая о чем-то мечтает, чем-то занимается. И потом такая раз, и у нее бизнес. Мужчины сразу же говорят, ну, понятно, кто-то ей что-то купил. То есть тебе кто-то купил клубы, в которых ты приходишь, красиво сидишь, и что-то происходит. Или ты сама находишь, как часто бывает, на свою попу проблему, и потом не знаешь, как сводить концы с концами. У тебя это все как бы не про это. У тебя есть достаточно успешный бренд уже, который уже на слуху, который уже развивается. И мне сегодня хочется поковыряться и узнать, как все-таки к этому пришла ты, что вообще есть, насколько все на самом деле хорошо. Не только снаружи, но и изнутри, потому что, безусловно, помещение, люди, все классно, но есть всегда цифры, есть всегда расходы, росты, твое личное состояние. Потому что ты еще и мама, и жена, и еще, наверное, женщина. Тоже хочу сегодня об этом узнать. Вспомнишь ли ты об этом? Когда? В какое время ты вспоминаешь об этом? Об этом давай сначала. Действительно, я юрист по образованию и долгое время, в принципе, по специальности работала. Я работала в крупной международной компании. Потом что-то пошло не так, я поняла, что это не мое. Ну, я думаю, что это вообще не... Женщина не должна работать. Вот знаешь, я часто очень слышу эту фразу, что-то пошло не так, я поняла, что это не мое. Что вот ты поняла, что ты же училась какое-то большое количество лет. Это серьезная очень специальность. Это не просто там корочку получить. Я не просто училась. Я, кроме того, получила два магистра за границей по разным специальностям международного права. То есть я прошла полностью весь путь. Ну, то есть моим родителям наверняка было не очень приятно, когда я сказала, это явно не мое. Потому что, ну, вложено было как бы немало. Я представляю, это очень серьезные деньги. Да. Ну, это внутреннее ощущение, когда, ну, ты не хочешь идти на работу. У тебя нет этого огня. Ты из обеспеченной семьи. Ну, скажем, мы не бедные, но... Ну, вопрос в том, что когда ты занимаешься, когда ты учишься, если все равно, вне зависимости от того, сколько зарабатывают родители, есть ответственность. Родители вложили в меня деньги, да. Ну, я потратила в это и свое время и деньги родителей. Это давит. И тут в какой-то момент ты просыпаешься, человек обычно не может проснуться и сказать, все, я не буду сегодня, у меня есть классная работа, да, я юрист, но я не буду этим заниматься. Ну, тем более тебе не 50 лет было, что ты что-то там себе накопила. Вот этот переход, когда человек из состояния сотрудника карьеры вдруг решается себя искать, вот что этому предшествовало? Какое твое состояние почему-то могла себе это позволить? Тоже хочу это знать. Тут еще важно, я хочу рассказать, что я была отличницей. И такой синдром отличницы страдаю еще до сих пор. То есть у меня всегда были золотые медали. Везде, где я поступала за границу, я поступала сама. Даже вторую программу я совершенно секретно поступила и уже поставила перед фактом всех. Я должна была вообще возвращаться в Украину после первой международной программы. Я решила себя испытать и податься, чтобы вот еще одна, поехать вот в чужой город и остаться там одной, прям без знакомых, без друзей, без никого. Родители инвестировали это или нет? Я поступала одна, получала стипендию, родители, естественно, инвестировали в проживание. Потом я вернулась, мне предложили еще, пока я училась за границей, достаточно солидную должность. В классной юридической компании международной, с очень высокой зарплатой. То есть для меня это было вау. То есть там даже есть смешная история. Я подписывала контракт, еще доучиваясь на второй программе. Смотрю, там 4 тысячи, в моей голове было, ну, 4 тысячи гривен, в принципе, нормально. Думаю, я только начинаю, у меня опыта нет, класс, супер. И потом через два дня до меня доходит, я уже подписала, я уже согласилась, доходит, что это 4 тысячи долларов. Ну, вот, когда пришло вот это осознание, что это 4 тысячи долларов, было немножко страшно. Потом я вернулась, начала работать, на меня возложили очень много проектов. То есть даже те сотрудники, которые уже работали там несколько лет, ну, получается, меня как бы поставили вперед. Залибот веди, это твое. То есть это, ну, это был такой значительный выход из зоны комфорта. Я как-то в это вплелась, впрыглась, скажем так, начала работать. И это такое было, как белка в колесе, потому что нонстоп. То есть это было такое, что я в 7 утра могла выйти с работы и в 10 уже опять быть на работе. Это какой твой возрастной период был? Это 21-22 года. Офигеть. То есть 21 год тебе дали зарплату 4 тысячи долларов? Да. Да, да. Сейчас я вам покажу наш зал, который находится в Протасовом Яру. Бизнес-эндре Протасов. Это наша рецепция, которая встречает наших гостей. Это медали наших тренеров и наших клиентов. Но на самом деле, по большей части, это все медали Дили. Мне кажется, она у нас победила везде, где можно было только победить. В Race Nation, Spartan Race, разных марафонах. Также клиенты, которых мы готовим к марафонам и занимают места, получают медали. Они тоже приносят свои медали. Мы сильно гордимся этим. Это наш партнер BlackRoll. Мы используем их оборудование в наших тренировках. Здесь у нас зал TRX. Как раз сейчас закончилась тренировка челленджа. А это Диля. А это Диля. Привет. Диля на Диля. Да, все медали, которые висят у нас там при входе. Собственно, это основной зал. Здесь у нас проходят функциональные тренировки, TRX, бокс. Первый мой проект был в продаже, отображении продажи завода в Луганске. Когда его продавали. Почему? Задавала тебе вопросом, почему вообще 21-летние девочки это дали? В чем твой вот такой вот X-фактор был, что почему? Большую роль еще сыграла личность самого учредителя, собственника этой компании. Он очень верил в то, что вот такие вот отличницы, наверное, с Украины, которые получили какой-то бэкграунд за границей и немножко мыслят шире, чем те, кто не покидал границы страны. И как-то это просто были возложены надежды, я не знаю, может быть, это какие-то внутренние убеждения этого человека. Ну, скорее всего, естественно, что-то он увидел во мне, какие-то качества. Так, а личное, не было момента планов взглядов на тебя, как на женщину? Ой, нет, 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 нет. Это на человека было достаточно, я живу в таком серьезном возрасте. Все прекрасно. И ты понимаешь, что это не твое? Да, нет, не мое. И вот как этот момент происходит в твоей жизни? Ну, не нравится, не хочется, нет радости, счастья, удовлетворения. Что ты сделала? Начала искать работу по специальности тоже юристом, но уже в других компаниях. Я пошла в инхаус-компанию, работать юристом инхаус, то есть внутри большой компании IT. И этот проект IT-компании, он существовал в Украине, и они открыли только офис в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Я занималась чисто корпоративным правом, устраивала их структуру. Тебе это больше нравилось? Я коммуницировала, да, с юристами с Америки, то есть я была таким как буфером обмена. Вот, ну, поскольку я также владела как бы знанием международного права. Оно где-то меня выстабилизировало, скажем так, оно меня продержало эти два года. Сказать, что я была прям полностью счастлива, зарплата тоже была хорошая, все было прекрасно, но было вот это ощущение что-то не то, что-то не то. Потом наложились личные обстоятельства, скажем так, в тот момент я поехала на какое-то время жить в Лос-Анджелесе, потом я забеременела, уже была беременной, уже там планировали вообще остаться в Лос-Анджелесе. Муж у тебя местный, наш. Да, но он в то время тоже жил там, вот, и как-то все так сложилось, что в тот момент загорелась, насмотрелась на ту спортивную жизнь, которая там в Лос-Анджелесе, все бегают, идут здоровый образ жизни, куча спортивных клубов, интересных форматов. Ну, оно где-то там осталось, у меня где-то там на подкорке, ну да, классно, классно, у меня не было никаких планов открыть свой бизнес, абсолютно. Ну, ты получала хорошие зарплаты, и это уже было хорошо. Да, да, то есть, ну, я почему-то даже не думала в ту сторону, что, ну, что-то, может, что-то свое, но сказать в этот клуб, да нет, никогда в жизни у меня возникало такой мысли. Потом вернулась в Украину, родила Гошу, немножко ушла в материнство где-то на год. И вот тогда был момент, когда уже, ну, все, ну, надо как-то себя уже найти. Я очень часто слушаю какие-то истории, с кем-то встречаюсь, и я уже понимаю, что это очень опасная такая, и в то же время волшебная, волшебный период жизни женщины, когда она рожает ребенка, и вот здесь высвечиваются какие-то ее стороны реализации, потому что очень многие бизнесы открывались именно в тот момент, когда она нажимала на стоп, сосредотачивалась на ребенке, и начинала ехать крыша где-то, и в какие-то моменты такие выплескиваться. То есть в этот момент ты вдруг принимаешь решение, а не открыть ли мне… Даже не решение, я просто здесь хожу там на йогу, ищу, вернее, йогу, не нахожу какого-то красивого, импонирующего мне зала, чтобы было приятно там тренироваться, и как-то в разговоре с тренером, ну, а что, а не было ли мыслей вообще открыть что-то вот такое прекрасное, например, как в Америке, и как-то так одно за другим, и тут мне подруга дает контакт человека, который может сделать бизнес-план, и тут этот человек приходит и говорит, а вот же помещение, вот заходите, смотрите, подходит и подходит, и я захожу в это помещение и понимаю, что ну все, ну надо брать. То есть у меня бизнес начался с помещения, а не с бизнес-плана там вообще, то есть… Это очень по-женски. И на помещении уже наросла концепция, бизнес-план, команда, то есть как-то вот это вот все сложилось уже в картинку по входу, то есть мы подписали аренду, и вот это все я делала вот так вот поэтапно, выдавая, параллельно делая ремонт. Чтобы открыть бизнес, взять помещение и начать все это делать, естественно, даже без бизнес-плана нужны приличные инвестиции. Каким образом, я понимаю, что ты работала, что-то там, наверное, откладывала, ты умеешь откладывать вообще? Нет. Так, ясно. С этим у меня проблемы. Хорошо, что ты сделала, если у тебя с этим проблемы у меня тоже, что тогда ты начала делать? И второй вопрос сразу же, что на это ответил твой муж? Типа, у тебя ребенок только родился, там ему год где-то, да, на руках, он сказал тебе, ты больная, или сказал, ты молодец, или сказал, у меня нету столько почек, чтобы продавать. Как вот этот момент от идеи до воплощения все-таки по деньгам ты начала себе в голове решать? Ну, деньги – это естественно, само собой, но на самом деле важнее иметь вокруг людей, которые в тебя верят. Не всегда можно найти личные средства, ну, на начало, на старт – да, но если цель в масштабировании, то я не верю в то, что… Давай сначала все-таки начнем. Сколько тебе надо было денег для того, чтобы вот первый этап, когда ты начала понимать, что есть помещение, ремонт, что-то там надо творить, сколько денег ты прикинула тебе нужно? На первом этапе первый клуб мы построили за счет денег семьи, моей семьи, тоже те люди, которые в меня поверили. Да, это одни из самых, кстати, важных людей, которых всегда привлекают. То есть твои родители сказали, Ирина… Да. Я пришла, нет, я пришла с такими вот глазищами. Вот тут вот есть такой веб-проект, я естественно показала бизнес-план, я сидела вот это вот, с горевшими глазами рассказывала, что это будет супер-новый, супер-классный проект, такого еще нет в Украине. Вот этим скорее я как бы… Ты была уже умной девочкой, ты уже поступила, ты уже доказала папе и маме, что ты в принципе не дурочка. То есть ты не девочка, которая берет деньги и потом говорит, тупс не получилось. Поэтому уже был этот кредит доверия. Ты можешь какую-то сумму назвать, которую изначально ты вложила, которая тебе понадобилась для запуска? Это было 60 тысяч долларов на ремонт, чисто на ремонт. И остальные деньги пошли на закладку на брендинг, на стартовый сайт, CRM и много. То есть это около 100 тысяч долларов. Около 100 тысяч долларов. Сколько времени занимал вот этот запуск и что конкретно ты делала, потому что все равно опыта у тебя в этом не было. Ты понимала, что тебе нужны какие-то люди или ты будешь с ним учиться сама или вот как ты для себя принимала вот эти решения по развитию? Я двигалась очень поэтапно. То есть каждый раз, когда я приходила к кому-то более опытному, то есть мне говорили, давай ты не будешь заглядывать. Лучше не заглядывай наперед, то есть двигаться поэтапно. И на самом деле я очень благодарна за этот совет, потому что если бы на старте я поняла вот все, все те проблемы, с чем я столкнулась, ну не факт, конечно, что я вот это взялась. Поэтому это был суперправильный совет. Заняло все три месяца, длилась стройка. У нас было три месяца ремонтных каникул. У нас не было другого варианта, как все закончить за три месяца. Пока шла стройка, мне слава богу в этом, именно в вопросах строительства первого клуба, мне помог мой папа. Большое спасибо ему за это. Я могла заняться вопросами уже непосредственно бизнеса. Бизнес-план, финансовое планирование, брендинг, сайт, маркетинг, поиск команды. Кого ты начала искать в первую очередь? В первую очередь я начинала с тренером. Это был твой тренер, с которым ты тренировалась, и ты его как бы взяла себе. Я считаю всегда, что каждый должен делать свою работу. Поэтому нужно находить человека, специалиста в своей области, а не придумывать велосипед и самой заниматься всем. Так он получится. Собственно, она мне помогла на каком-то этапе помочь с командой, с подбором, со ставками, разобраться, как формируется зарплатный фонд, как платится тренером. То есть это человек изнутри, с этой сферы, который мне помог. У тебя сейчас есть партнер. Когда он появился и почему? Марина появилась на этапе стройки второго, вернее, на этапе планирования второго клуба. Я привлекала инвестиции для создания второго клуба. Собственно говоря, она зашла в том числе и финансово, и не только. То есть она взяла на себя большую часть маркетинга. Это твоя паркетинга. Откуда она взялась? Вот у меня был в прошлом году опыт партнерского бизнеса в женском бизнес-клубе. И все было у нас идеально ровно до какого-то момента, когда просто, знаешь, случился шок. Когда как будто бы вот маленькую иголочку засунули в стекло, и все вдруг рухнуло. Для меня было полной неожиданностью. Я в который раз для себя, например, зареклась. То есть я поняла, что все равно взгляды и видения людей расходятся, и в какой-то момент что-то идет не так. Как ты не побоялась взять, например, человека, и что это за человек вообще? Откуда вот он взялся? Я сама по себе такая личная, что мне комфортно, когда со мной кто-то рядом есть. Я вообще очень стадное существо, я овен, и мне очень важно люди вокруг меня. Я, в принципе, в основном кайфую от партнерства. Марина не моя подруга. Мы были знакомы вместе из одной компании. То есть у нас очень много общих знакомых. Я просто увидела, что человек профессиональный в своей сфере, в маркетинге. Я в какой-то степени, мы сменемся, что я ее добивалась, потому что я не один раз ее просила зайти в визу, стать партнером. Потому что я, наверное, увидела в нее те качества, которых не хватает мне. То есть это партнерство всегда работает, когда это дополнение. Когда это одно стенка на стенку, оно не работает. Она занимается маркетингом? Она занимается маркетингом, я занимаюсь стратегией, занимаюсь командой. То есть мы поделили сферы, скажем так, влияния. Да, у нас достаточно часто бывают разные взгляды, бывают и конкретные ситуации. Мы просто это принимаем. Принять это очень важно. Сколько времени вы в партнерстве с ней? Это уже два года. Два года. Были ли за это время такие ситуации, когда вы разговаривали на тему того, что, возможно, вам лучше разойтись? Вот где-то в начале, когда мы притирались, как в отношениях, наверное, в первое время была такая притирка и были скандалы. И потом мы просто для себя нарисовали какие-то условия, что вот так, вот так. Ну, очень важно договариваться на берегу. То есть до того, как заходить в партнерство, нужно договориться, как с него выходить. Ну, это обязательно, конечно. Это самое важное. То есть мы для себя решили, как мы решаем конфликтные ситуации. Вот и все. Алгоритм действий. Скажи мне, пожалуйста, в какой момент клуб начал приносить какую-то прибыль? Потому что вы запустились, понятно, что у тебя были какие-то ожидания. Вот насколько вот эти ожидания, что у меня такой классный концепт, все так здорово, начали оправдываться с реальностью? Потому что все равно нужно время, чтобы люди начали узнавать об этом и вообще, как этот концепт ты описываешь своим клиентам. Потому что, ну, для тебя, когда вот каждый из нас создает какой-то продукт, мы понимаем его ценность. Но есть момент нашего понимания, есть момент того, чтобы донести это до клиента, и он тоже это понял. Потому что многие привыкли к качалкам. Огромное количество взять наш тот же Спортлайв, который открылся в каждом доме и парадном, и подъезде, и сделал очень конкурентную цену, да. И вообще очень много клубов разных открывается, различных. Ты сделала акцент на том, что здесь нет тренажеров, здесь ничего этого нет. Вот расскажи мне вот об этом моменте, как ты это доносила, и когда люди реально это начали понимать, это стало чувствовать, это по деньгам. Расскажу историю, что с открытия первого клуба мы стартанули практически с нулем. Это была глобальнейшая ошибка. То есть мы открылись. Это произошло четыре года назад. Четыре года назад. Давай, чтобы люди это понимали. Четыре года назад. Да. Четыре года назад мы завершили ремонт. Так получилось, что из той суммы фиксированных инвестиций мы уже как бы все потратили. И осталось только сумма. Сколько квадратов был в клуб? 570. 570 квадратов. Так. Вы все инвестировали, а у тебя не осталось денег? Да. Ну, осталась сумма только на одну аренду. Все. То есть мы даже не могли какую-то вечеринку сделать, открытие или там что-либо. Вообще. То есть мы стартанули с нулем. Вот с того момента вот зарабатывали, мы понимали, зарплаты, следующие все аренды нужно зарабатывать как-то самим. Мы просто исходили из того, что есть. Мы привлекали лидеров мнений, по бартеру предлагали абонемент. Они приходили и мы сделали так, что в принципе весь город говорил о том, что открывается физмат. Ну, как такое сарафанное радио, не вложив в это в принципе ни одной гривны. Мы как бы выкручивались как могли. В этом, в принципе, смысл бизнеса и предпринимательства. А что кроме лидеров мнений еще делали? Вот если говорить о маркетинге в начале. Мы пробовали разное. В основном, естественно, это диджитал реклама, это фейсбук, сарафанное радио. Ты же говоришь, что у вас не было бюджета на это или вы что-то все-таки находили? Нет, ну мы же зарабатывали. То есть самое важное запустить предпродажу, которую мы запустили за две недели до открытия. Ну, это вообще был такой, ну, без опыта, как бы, было очень много смешных историй. Мы, в принципе, тратили то, что зарабатывали. По ходу того, что мы зарабатывали, мы тратили на маркетинг, на зарплату. То есть что-то деньги все-таки вы изначально привлекали? Да, мы вышли, в принципе, в первый месяц, мы вышли в ноль, и с третьего месяца мы начали зарабатывать потихоньку. О, это уже прикольно. У нас был кассовый разрыв. То есть, ну, даже учитывая, что мы выходили в плюс, он не сильно чувствуется, потому что это покрываешь затраты предыдущего месяца. А ты помнишь, какая расходная часть вообще, сколько тебе стоило содержание клуба вот первого в месяц? Сколько тебе нужно было заработать, чтобы выйти в ноль? Чтобы выйти в ноль около полмиллиона. Около полмиллиона. Ну, оно варьируется, потому что где-то помещение больше, где-то меньше. Это сколько нужно делать вам продаж в среднем, чтобы вы выходили вот на окупаемость? Ну, чтобы... В чем вы считаете это? И в идеале, в идеале миллион. Ну, это идеальная ситуация. Мы живем не в идеальном мире. Понятно. Вы продаете, получается, абонементы в основном как? На год? На чем, вот где конкретно тебе, что тебе выгодно продавать? Мы продаем абонементы на месяц, на 3, на 6, на 12. Самые выгодные для нас абонементы продавать на 3-6 месяцев. Таким образом, это цикличность встречи с клиентом, то есть сезонность. Раз в сезон мы увидимся с клиентом, мы его продлеваем, мы с ним поддерживаем отношения, мы с ним общаемся, получаем обратную связь. Потому что, если клиент берет годовой абонемент... Бывает, что он считает. Даже, не, ну да, сервис звонки и так далее, мотивация в фитнесе, она очень важна. И она такая, ну то есть там... Если там, я говорю всегда, что на маникюр все равно человек будет ходить, он никуда от этого не тянется, то, скажем, по расходам на спортклуб, он может как бы, ну, в следующем месяце или в следующем году, он может не купить абонемент и сэкономить или там потратить на что-нибудь другое. Поэтому здесь очень важно зацепить клиента, прям, ну, замотивировать. И здесь и тренер включается, и сервис, и очень много других факторов. Поэтому, когда клиент берет абонемент на год, да, он, скорее всего, может потеряться. Поэтому мы делаем акцент на 3,6 и на месяц. Скажи, пожалуйста, по финансовому планированию, а ты что получаешь? У тебя есть зарплата? Да. То есть ты себе выделила зарплату? Да, естественно. Это очень правильно. Когда у тебя начала появляться эта зарплата? Она была всегда, потому что я директор. Но она у тебя прирастала каким-то образом? То есть ты увеличиваешь себе зарплату в зависимости от того, как ты развиваешься? Ну, которая была еще в первом клубе, это совершенно другие цифры, естественно. Нужно пропорционально смотреть на затратную часть клуба. Ты уже зарабатываешь у себя в клубе столько, твоя заработная плата? Сколько тебе платили, когда ты была юристом? Я почти. Ты приближаешься. Просто очень для многих людей, ты же знаешь эту историю, да, что многие идут в предпринимательство именно потому, что очень хочется зарабатывать больше, и кажется, что там-то тебе не дают дяди и тети, а тут-то ты сам себе возьмешь сколько ты захочешь. Я иногда вспоминаю тепло, те времена, когда тебе стабильно платят, не важно что, не важно какой месяц, да. Ну, бывает всякое, но мы сейчас находимся на этапе такого, скажем, прыжка, рывка, мы сильно масштабируемся, это как переломный момент. Давай вот этот переломный момент обсудим, потому что, ну, ты сделала первый клуб, наверное, чуть-чуть выдохнула там, да, там были сложности, ваш первый клуб, я читала, у вас произошла проблема с арендатором, да, и вам пришлось переезжать в другой, это тоже стало каким-то стрессом. Да. Но, все равно, ты вышла на какие-то цифры, стала чуть-чуть зарабатывать, ну, там, работы, понятно, не вправо, вот, дальше. И тут вдруг ты решаешь, а не открыть ли мне второй клуб. Чего вдруг? Ну, на самом деле, опять же, это некое стечение обстоятельств, везение чуть-чуть. В принципе, по первому помещению у нас уже стоял вопрос, что, скорее всего, что-то будет не так, потому что помещение продают. Естественно, ну, все понимают, что когда помещение переходит к другому собственнику, у другого собственника могут быть планы на это помещение другие. Поэтому мы не питали иллюзий и параллельно присматривались к помещениям, которые находятся там в радиусе недалеко от того первого клуба. И так получилось, что нас уже, в принципе, знали, и сам бизнес-центр, где мы вот здесь находимся, бизнес-центр Протасов, он хотел нас здесь видеть, и это так как-то сложилось просто. Классно. Да. И все-таки второй клуб, и тут вдруг появляется какая-то идея о третьем клубе, четвертом. Вот давай о вот этом вот твоем развитии, о твоей идее и вообще почему ты решила расти, это же совершенно другой формат, ну, совершенно все по-другому. Потому что иметь один клуб, ну, я так догадываюсь, да, и начинать разрастаться в сеть, это вообще совершенно разные вещи. Честно говоря, честно скажу, что если бы не волшебный пинок и не кризисные ситуации, которые складывались, совершенно не точно, что мы бы так масштабировались быстро. То есть, когда ты находишься в каком-то комфортном мире, там у нас работал прекрасно клуб, все было прекрасно, вернулись инвестиции, мы зарабатывались, себя назнали. Когда вернулись инвестиции? Через два с половиной года. Через два с половиной года. То есть, ты их отдала родителям? Или вы их пульнули дальше? Я их отдала, я их пульнула дальше. То есть, папа сказал, ты молодец, дочь, да? Не подвела. Если я должна перед папой. Хорошо, так, супер. Окей, что кризисное, что тобой движет? Ну, кризис, вот, проблемы с помещением. Дальше, первый раз мы открыли второй клуб параллельно. Да. Там мы продлились, и вроде как ситуация стабилизировалась. И, в принципе, нам сказали, все хорошо, ребята, остаетесь, все будет классно. И тут через год снова возник этот вопрос. А нет, мы тут решили переехать и открыть свой офис. И вторая кризисная ситуация, потому что уже есть вот этот клуб, и нужно еще одно помещение. Еще одно помещение. Потому что, ну, когда ты закрываешь клуб, слышится только то, что ты закрываешь клуб. Да. То есть, не слышится, что, там, проблемы с арендой, там, и так далее. Ну, то есть, слышится, что-то неуспешно, что-то плохо, что-то не пошло. И все вокруг такие. А конкуренты, естественно, в этот момент такие, о, ну, физмат, вот этот флагман центральный закрывается. И я понимала, что если мы вот сейчас не откроем еще один, и не запустим, не продолжим, не масштабируемся, то, в принципе, мы просто дальше пойдем. И тебе нужны, естественно, деньги. Поднимаемся на второй этаж. Там у нас зал йоги. Здесь кафе Яра. Наши партнеры. Здоровое питание. Можно после тренировки перекусить. Не могу сейчас провести экскурсию в раздевалках, потому что как раз закончились все тренировки. У нас очень красивые, комфортные раздевалки, с прекрасными, такими красивыми инстаграмовыми околами и с косметикой Биатерм. Где ты начала искать деньги? Опять пошла к папе? Нет. Папа сказал все. Ты все, дочь проела. Нет, у нас были как раз договоренности. Это была разная акция. Он мне помог. Я стартанула. И на этом как бы все. Все-таки вопрос инвесторов, он очень актуальный для людей. Ты сказала про семью. Это один из самых распространенных моментов, когда говорят ищите у друзей, у семьи или у дураков. У тебя уже клуб все-таки, у которого есть бренд, имя. Это уже сильно проще привлекать кого-то, чем когда у тебя есть гениальная идея. Тогда папа скорее или поверит, или не поверит. Где все-таки начала искать инвесторов? Как этот процесс вообще для людей? Где искать? У тебя есть хороший проект. Ну где бы их поискать? Идти в какие-то там инвестиционные компании. Ну знаем, очень много сложных таких опытов. Где их искать? Давай советы. Идти в инвестиционные компании, это тоже путь. Да. Его тоже можно выбрать. Мы пошли другим путем. Мы искали среди знакомых. Ну это нетворкинг. Это тоже плюс, конечно. Знакомые или клиенты? Кто это был? Знакомые клиенты. То есть это по-разному. В каждом клубе как-то сложилось. В Протасове это знакомые. На Подоле это тоже. Тут мне, кстати, очень сильно помогла Марина. А уже третий, четвертый клуб мы же открываем с клиентами. Круто. Да. То есть уже клиенты верят в идею вашего клуба. Да. Ну это в любом случае должны быть люди, которые поймут идею и загорятся ею. Потому что это игра в долгую. Давай все-таки об идее. Вот как ты считаешь, что особенного, что ты вкладываешь в физма? Почему он не такой, как остальные, и вот что в нем классного? Вот ты когда создавала этот продукт, ты же наверняка задавалась вопросом. Вот как мне сделать это место особенным? Что для тебя в нем особенное? Когда мы открывались, это был один из первых клубов нового формата. Мы ушли от... То есть это такой бутиковый формат, маленький, комфортный. Это формат, скажем, для занятых людей, когда не нужно тратить много времени. Вот как в больших клубах ты заходишь, ты проходишь турники, ты идешь и ищешь где полотенца. Потом очень долго среди тренажеров ищешь, что тебе нужно. Как сауна, спа, бассейн. То есть это все занимает... Тренировка занимает около двух-трех часов для человека в большом спортивном клубе. У нас от момента, как клиент зашел и вышел, это один час. В основном тренировки длятся 45-50 минут. Они достаточно эффективны, интенсивны. Это специфика, скажем, TRX и функциональных тренировок. Вот. И формат быстро зашел, пошел в раздевалку. У нас все удобно, косметика на месте, все есть, все предоставляется. Вот, посмотри. А это тоже, кстати, меня вопрос. Во-первых, у вас есть несколько партнеров, достаточно стратегических. Начиная от косметики, которая достаточно дорогая. И обычно клубы на этом зарабатывают. 50 гривен полотенца, 30 гривен то-то. Ну, либо шампунь Палмали, в лучшем случае, в премиальном спорт-лайфе с картой за 1500 евро. Вы все это включили. То есть вы сделали максимум комфорта. Офигенные раздевалки, классная косметика. Сережа вечно рассказывает, что и дезодорант, представляешь, есть. То есть это вроде бы как, с одной стороны, фигня. Да, там дезодорант или палочки для ушей. Но это вау-эффект, потому что мы к этому не привыкли. Потому что мы привыкли, что нам там за все надо доплатить. И вроде бы это копейки, но не хочется доплачивать в фитнес-клубах. Ну, вот я лично, например, как-то такая не очень люблю. Очень классно, когда под ключ. Это была идея концепта вашего? Что вот у вас все должно быть, типа, офигенненько. Или это родилось потом? Оно, по ходу, дополнялось в том числе. То есть мы открылись, и потом мы партнерились. Естественно, когда тебе никто не знает, ну, нелегко найти партнера. И рассказывать там, что это должно быть. Давай несколько слов о партнерах, потому что у вас крутые компании партнеры. То есть это тоже говорит о том, что вы классные, раз такие партнеры хотят с вами партнериться. Давай вот о ключевых партнерах. И что им у вас интересно, как ты считаешь? Что они для себя берут у вас? Значит, партнер биотерм по косметике. Мы как-то уже так, естественно, дополняем друг друга. У нас один и тот же клиент. То есть это средний плюс премиум секвент. Они увидели своих людей у нас в клубе, честно говоря. Потому что после того, как человек привык пользоваться кремом, например, биотерм, даже я, честно говоря, просто работая здесь, я уже иду и покупаю себе биотерм. Я уже привыкла к этому. То есть это очень классная реклама для биотерм в том числе. Одни и те же люди ходят к нам и покупают их в косметику. То есть он просто отдельный для себя сегмент. Яро мы открываемся с ними в принципе в каждом клубе. У нас есть такой уголок. Здесь это формат кафе больше. Несколько столиков. На Подолье там чуть-чуть меньше. Только барная стойка и один столик. Это тоже очень удобно до тренировки, если не успел поесть. Или после тренировки быстро можно поесть. Или по healthy food, то есть как-то поддерживает концерт. Да. Дальше Puma. У Puma. Как вы получили Puma? Ну вы не такие большие для Puma? Небольшие, но мы качественные, хорошие. То есть вы налаживаете личные отношения с бренд-менеджерами, да? И как бы выстраиваете такие коммуникации? Это заслуга также пиар-отдела. Работа. Найти партнера, запартнериться долгосрочно. Потому что запартнериться это еще полбеды. А вести еще коммуникацию и дружить, и поддерживать хорошие отношения. Мы же не просто партнеримся. Мы очень много потом проводим совместных ивентов. А что Puma вам дает? Она одевает тренера? Да. Пума одевает тренера. С Puma мы проводим очень много активностей. В Puma открытые тренировки и с диджеем. И потом была тренировка Puma на стадионе. Это было очень крупное мероприятие. То есть вы помогаете друг другу шуметь? Да. Смотри, не могу не задать естественный вопрос. Раз уже вы начали открываться, и сейчас уже будет и третий клуб, и четвертый клуб, наверняка вы уже, я уже смотрела на сайт, что вы начали готовиться к франчайзингу. Да. Где вы хотите открываться? 2020 год мы по стратегии определили для себя. Это будет год франшизы в том числе. Мы будем открываться в пяти городах. Мы будем открываться во Львове, мы будем открываться в Харькове, Днепропетровске, Одессе. Вы уже ведете с кем-то переговоры или вы открыты к этому? Да. Мы уже практически на финальной стадии. Во всех городах? Не во всех, в одном городе, это как такой пилотный проект, именно с него франшиза как бы запускается. А можешь какие-то условия рассказать? Нас тоже смотрит много людей, возможно, кому-то будет интересно обратиться. Сколько нужно, например, денег для запуска этого клуба? Есть ройалти, есть полушальный нос, есть затраты, естественно, на ремонт, это все нужно учитывать. Это все, ну, как бы точные цифры, нет смысла говорить, потому что все очень зависит от помещения. Само приблизительно все равно, например, чтобы человек, которого там меньше какой-то суммы денег, понимал, что для него там физмат это сегодня… Для того, чтобы открыть физмат, нужно минимум 100 тысяч долларов. Вот 100 тысяч долларов, понятно, что еще иметь и иметь. Да, да. Опять же, все зависит от помещения. Вот мы сейчас ведем переговоры по первой франшизе, там помещение 300 квадратных метров. Небольшое достаточно. Это небольшое, да. То есть мы осваиваем и побольше. Новый курс сейчас 700 квадратов. Мы запускаем, это как отдельный вид бизнеса, естественно. Мы только приступили, вот мы на финальной стадии упаковки, подписание по дому городу. И вот, думаю, весной мы уже откроемся в виде франшизе. Скажи мне, пожалуйста, вот какие-то такие, ну, лажи были ли или какие-то ошибки, которые ты понимаешь, что вот точно не надо было делать? Ну, вот реально то, что тебе так долбануло по лбу, вот, и ты понимаешь, что ай-яй-яй, давай этот момент обсудим. Нельзя с нулем открываться. То есть это первое то, что ты знаешь сейчас. Это очень важно, потому что именно такая ошибка приводит к тому, что около года клуб может болтыхаться в кассовых разрывах. То есть он может зарабатывать, может даже выходить в плюс, но из-за того, что он будет тянуть затраты предыдущего месяца, он будет, ну, вот биться в потолок. Это очень большая ошибка. Нужно закладывать три месяца аренда зарплат на старте открытия клуба. Это очень важно. Насколько бизнес-план, который ты изначально накатала и принесла папе, вообще хотя бы как-то соответствовал действительности? Вообще никак не соответствовал действительности. То есть это была просто бумажка от твоих фантазий? Мы просто тоже часто на эту тему говорим. Очень многие люди считают, что бизнес-план, вот без него вообще ничего нельзя начинать, что это бумажечка, по которой точно человек пойдет. То есть у тебя, в принципе, подтвердилось то, что подтверждается у всех. Нет, ну, бизнес-план, я считаю, это просто для себя, такой, типа, как структура, накидка, план, примерный. Первые три месяца определяют бизнес-план. Вот через три месяца вот тогда можно делать бизнес-план, я считаю, более точный. Ну, это уже как финансовое планирование, уже можно с этого делать, там, анализ. А так это просто, особенно, если нету опыта в этом бизнесе, профильного опыта, когда ты не знаешь, там, какие зарплатные фонды, какие аренды. Ну, это просто, ну, вот так вот, как на марте тратится, сколько фейсбук стоит, сколько диджитал, сколько, там, Google AdWords, ну, в общем, все. Фантазия на тему. Сереж, поскольку ты меня привел в это заведение, я хочу, чтобы ты, как человек, который всю жизнь занимался, в общем-то, спортом, но занимался в зале с железом, рассказал он мне о том, как тебе вот сегодня заниматься в этом формате, ты уже месяц занимаешься в зале. Месяц, да. Вот. Насколько это другие ощущения для тебя, как для мужчины, потому что для меня это вообще как бы в корне другая история, в том зале, где я занимаюсь, в корне другая история была. Насколько тебе сложно, легко и вообще, как ты считаешь, сам формат, есть ли в нем что-то необычное вот для тебя и для самого, что тебе это нравится, что нет? Когда я занимался в зале, ну, со штангами, мне казалось, что это очень тяжелые такие тренировки, но когда ты занимаешься со штангой и с гантелями, ты где-то 4 пятых тренировки отдыхаешь, да, только одну пятую, наверное, ты находишься в какой-то работе, а потом отдыхаешь. Здесь обратная пропорция. И в начале, когда я пришел, мне казалось, ну, что тут легко, какие-то там упражнения, там, нету ни штанг, ни гантелей, скакалочки какие-то. Работа в собственном весе. Да, да, но когда я начал заниматься, первая, ну, первая тренировка у меня был просто шок. Мой организм просто сказал, иди отсюда, иди отсюда вообще, что ты здесь делаешь? А когда будет перерыв? А когда? Я вообще не понимаю. А мы работаем, мы работаем, делаем и делаем. Вот. И, короче, капец. Но зато, когда заканчивается тренировка, ты понимаешь, что у тебя включилась какая-то печка внутри, которая работает и сжигает просто жир. Прям чувствую физически, как эта печка после тренировки еще сутки. Скажи мне этот момент выносливости, когда ты понимаешь, что ты вообще на это способен. Да. У тебя бывает такое на тренировке, когда тебе хочется просто развернуться и уйти, и подумать, я ничего никому не должен. Бывает, да, бывает. Я не должен ничего никому доказывать, да, то есть происходит это. Да, но жалко денег. Заплатил же деньги, и жалко, что, ну, как бы они же пропадут. А ты знаешь, меня мотивирует всегда другое. Я смотрю всегда на девочек, которые находятся там рядышком на тренировке, и я думаю, суки, они чуть меньше, чем я, что ли? О, меня тоже девушки, да, которые рядом там стимулируют. По формату скажи мне, есть ли какой-то момент такой бутиковочки, о которой говорят девочки? Не, очень классно, очень уютно как-то, все по-домашнему. У всех, уже через неделю я тут всех знал, как бы всех по именам, все тренеры. И знаешь, очень здорово, пришел, быстро переоделся, 50 минут офигачил. По полной, да? Печку запустил, да, и уходишь. Через неделю где-то я почувствовал, что в моем появился корсет в моем теле, да, четкий такой классный корсет. И где-то через две недели я уже начал наслаждаться этими тренировками, кайфовать от них, я уже жду. И вначале, когда я утром просыпался, думаю, блин, может сегодня я как-то не поеду, то теперь я наоборот жду, когда же я туда поеду. Ты не обращаешь внимание на вот эти все там моменты, которые связаны с классной косметикой? Или для тебя как для мужчины? Не, мне нравится, мне очень нравится, что дают тебе полотенца, есть там классные вот эти дезодоранты, палочки ватные, там всякие крема какие-то есть в раздевалке. Что это добавляет для тебя тоже какого-то лоска? Ну, это вообще офигенно, да. А контингент, что ты можешь сказать о людях, которые рядом с тобой занимаются? Ну, мне кажется, половина это какие-то топ-менеджеры, я вижу, и половина красивых женщин. Топ-менеджеры и красивые женщины. Ну, идеально. Идеальное соотношение. И такой самый тупой вопрос, конечно, после этого. Ты, например, готов вернуться в обычный, где ты занимался раньше сейчас? Пока нет. Сегодня хочу пока заниматься здесь. То есть тебе по кайфу? Мне по кайфу, да. Сережа занимается, кстати, на Протасовом Ярус, даю эту точку, поэтому если кто-то хочет с Ермиловым познакомиться с утреца, пишите ему в личку, договаривайтесь. Красивые женщины, вы недолго будете красивыми, если будете знакомиться с моим мужем, ну, можете пробовать и пытаться. Я просто маникюр хороший делаю. Кстати, тренировку вы видели, да, когда я специально позанимался, все по-взрослому, перерывов практически нет, народу полно, все занимаются. Очень удобно. Ты приходишь, даже думать не надо. Постоянно тренер тебя заводит, классная такая музыка качает, и тренер тебя заводит, 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 заводит. Понятно? Вот так заводит. Мне нужен новый мужчина, пожалуйста, обращайтесь. В общем, я заведенный уже, я заведенный весь. Пошли домой. То есть оставайся кто-то. Достаточно ждать, пожалуйста. Оставайся кто-то. Так, ну я конечно не могу не затронуть тему все-таки тебя как девочки, потому что ты молодая девочка еще все-таки. Ты мама двоих детей, шесть лет и год и пять, почти полтора. У тебя два мальчика, у тебя есть муж, который тебя каким-то образом выдерживает. Расскажи мне, пожалуйста, как все-таки, чтобы мне этот вопрос часто задают, как работа и личная жизнь уживаются, и роль мамы, что самое важное. Как у тебя это все уживается? Немножечко расскажи об этом. Как ты распределяешь, кто у тебя занимается детьми, вообще твое вот это ощущение, ты кто все-таки? Хороший вопрос. Да. Да. По-разному бывает, как у всех, на самом деле. Старший в школе, младший с няней, так вот и живем. Муж помогает, часто там, если там, какие-то мероприятия, там, на выходных. Командная работа, скажем так. Ну, а муж никогда на тебя не напирает там, что ему хотелось бы, чтобы тебя было больше? Напирает, каждый день, мне кажется. Он и так еще тяжело переносит, сейчас занялась еще личным брендом, продвигаю там инстаграм, и это все, и тут еще бизнес, тут еще… Вы ругаетесь из-за телефона, из-за того, что ты там живешь? Да, да. Да, есть такие вещи. Мне кажется, что мы уже перешли в стадию принятия, как мне кажется. Сколько лет вы с ним вместе? Девять. Девять, кажется, девять. Кажется, девять. То есть, уже весьма серьезный срок. Есть ли у вас какие-то, я не знаю, там, договоренности, ритуалы, что там, какое-то время вы проводите вместе? В бизнесе очень многие планируют времяпрепровождение совместное для того, чтобы в этот момент не было телефонов, или не было детей, или вообще чего-то не было, и можно было сосредоточиться друг на друге. У вас такое есть или нет? Есть некие правила, которые, конечно, нарушаются одной очень часто. Воскресенье – семейный день, семейный и с детьми день. В пятницу вечером у нас свидание. Ну, как-то вот так вот стараемся между этими логировать. Осталась ли какая-то романтика в ваших отношениях? Потому что, когда женщина уже зарабатывает нормально, и она руководитель, это немножечко другая манера общения. У меня очень часто бывает, когда муж говорит мне, я не твой сотрудник. Я говорю, да нет, я нормально ответила. Он говорит, нет, ты ответила мне как сотруднику. Я говорю, просто у меня такая манера речи резкая говорить, я не могу переключиться. Тоже так говорят, даже так со своими сотрудниками разговаривают. То есть это отражается? Ну, естественно, мы все люди, мы просто учимся, мы до сих пор учимся. Я тебе скажу, что мы нашли прям какую-то идеальную формулу. Ну, ругаемся. Естественно, я считаю, что вообще для женщины, наверное, энергетически не свойственно вообще заниматься бизнесом. Ну, то есть, наверное, не для этого она предназначена. Это, по большей части, здесь очень много мужской энергии. Но я, у меня такой характер, у меня этой мужской энергии изначально много. Я всегда равнялась на своего отца, который там очень многого в жизни достиг. Он всегда для меня был примером. Я уже шла, как бы, стопами вот этой мужской энергетики. Поэтому, естественно, это работа над собой и в отношениях в том числе. И над романтикой, и над любовью, и над всем. Ну, то есть, это момент, когда учусь и включаю больше женской энергии, стараюсь. А тут я уже перехнула. Тут уже... Прощение можешь попросить? Вот с этим очень большие проблемы. Вот, например, там другая, она говорит, ну, почему ты вот не права? Ну, подойди попроси прощения. Ну, просто типа, ну, все, проехали. Ну, я понимаю, да, ну, я работаю над этим. Это тоже вот эта штука, это же мужская энергия. Ну, плюс, когда ты на работе, ты вроде как всегда прав, потому что ты руководитель. Ты все решаешь. То есть, просто дома в общем все поменялось и все по-другому. И нужно подстроиться. Это нелегко. Естественно, я приношу работу домой. У тебя бывают моменты, когда ты вдруг начинаешь где-то тебя жалеть и думать, я девочка, я вообще не должна все это решать, и я не хочу, и зачем я в это вбезалась? Платье и на ручке. Да, да, да. Бывает такое. На самом деле, даже сейчас такой период, когда чувствуется уже такая усталость. Посчитала, сколько отдыхалась вообще в этом году, потому что год очень тяжелый, и в бизнесе очень много всего, и переломных моментов. И старта, и запуска новых проектов. И уже вот чувствуешь, что уже все, батарейка садится, и уже просто ничего не хочется, уже хочется в платье, на ручке куда-то поехать отдыхать. Слушай, а думала-то, что будешь только отдыхать. Да, да. А на тебя будут все работать. И на спорт ходить, да. Каждый день, да. Вот, и это, конечно, еще вопрос, который я ехидно тебе задам. Как часто ты ходишь на тренировки теперь, когда у тебя есть свои клубы? Все очень по-разному, на самом деле. Сейчас, признаюсь, не часто. Вот такой период. Хотя был период, когда я практически каждый день ходила. Я занималась у нас акробатикой, йогой, функционалкой. Практически каждый день ходила. Вот это я уже разленилась после второй беременности. И никак не могу себя вернуть в это русло как-то постоянных тренировок. По поводу русла, в которое вы все-таки возвращаете, у вас есть очень классный формат ваших челленджей. Вот, это то, с чем я, например, не знакома, я нигде с этим не встречалась. Расскажи, пожалуйста, что это за челленджи, кому они нужны, как это проходит? Челленджи – это особый такой наш продукт. Я считаю, что он такой наш-наш-наш, потому что мы с ними ворвались на рынок. Это короткие программы, они абсолютно разные, и с разной целью. Есть и разной длительностью. Три недели, четыре недели. Был у нас челленджи на шесть недель. Это такой продукт, который в комплексе подходит к какой-то цели, скажем, к проблеме. Например, если человек хочет похудеть за три недели. Мы включаем в челлендж питание, тренировки. У нас сейчас запустился челлендж бёрнинг, который очень простой. Это просто человек и коврик. Это только функциональные тренировки, вообще без оборудования. Он длится три недели, пять тренировок в неделю. Девочки сбрасывают по четыре килограмма за одну программу. Есть челленджи, которые люди переходят с одного челленджа на другой. В итоге могут прийти, там у нас были такие результаты 14 килограмм. Были результаты, что девочки и мальчики тоже участвовали в гонках, в марафонах готовились. Занимали там первые места. Были такие, что вместе сдружились на челленджах, пошли где-то покорять какие-то вершины. Они общаются где-то помимо зала? Вот как оказалось, да. На самом деле вот челлендж ещё очень хороший такой способ втянуться в спорт. Понятно, что он стоит чуть дороже, чем обычная карта. Потому что это достаточно индивидуальный подход. В группе мало людей. Тренер создаётся такой чатик. То есть тренер работает с каждым, с его целью. И естественно мотивация как бы здесь повышается. Потому что человек уже вложился финансово. Он уже пришёл, он уже всем объявил, что он сюда пришёл для того, чтобы похудеть. И как бы уже дать заднюю, тут уже уменьшается процент. Да, да. И когда, как только человек три недели влился в вот этот такой постоянный тренировочный процесс. Там два-три раза в неделю или даже пять раз в неделю. Он уже становится такой addicted, скажем. То есть он уже потом переходит в обычный тренировочный процесс. Вперёд с этой карты. И ходит уже на те тренировки, которые ему нужно. Вот. То есть это классно, чтобы втянуться. У меня даже, у меня был недавно мой челлендж, в который я ходила. Просто пробовала разных тренеров. Ага. Думала таким образом втянусь. Ну вот сейчас в ближайшее время пойду на 21 day fit. Это тоже челлендж, который длится 21 день. Считается, что привычка вырабатывается за 21 день. 21 день, да. Есть у нас и такой. Есть у нас челлендж по микс функциональный и бокс. Где очень популярно среди девочек. Сейчас вот прям бокс супер для девочек заходит. Девочкам очень нравится кого-то лутать. Да, да. Ну у меня дома живёт один мальчик, которому тоже очень нравится здесь тренироваться. У него челлендж был перейти из зала силовой тренировки, где он привык к железу и ко всему. И когда я начала ходить на подобные тренировки, функционалки и начала говорить, ну ты не понимаешь вообще, как выжить. Он мне сказал, да ну вообще, что ты знаешь, детка, как вы. Ну что-то вы на этих ковриках можете делать. Ну я знаю, у меня муж такой же. Вот. И конечно его очень впечатлило. Я всё время на таких тренировках думаю, смотрю на девочек и на себя. И за тренировку хочется умереть 34 раза. И я всегда думаю о том, что нас готовят в спецназ. Потому что то, что в итоге можно выдержать на таких тренировках, это реально спецназ. Это очень тяжело, но это очень круто. И то есть эта гордость, которая появляется после тренировки для себя, это конечно очень круто. И мне очень приятно, что Серёжа полюбил ваш зал, и он такой по утрам рвётся. И потом я вижу, как он приходит, такой немножечко у него уже, пока он едет в машине, вот эта вот уходит эйфория и наступает такой типа после боя. Но это очень классно и очень круто. У нас есть такая традиция, о которой я тебе не сказала заранее, но сейчас скажу. Мы просим наших подписчиков задавать какие-то классные интересные вопросы. И за них мы просим наших героев давать какой-то классный подарочек. Если тебе что-то понравится, действительно это будет супер. Можешь какое-то своё задание дать. Вот от тебя просьба определиться с заданием и с подарочком, которым мы замотивируем кого-то. Задание, вопрос. Это может быть, ты просто можешь выбрать самый интересный вопрос, который тебе зададут. Либо ты можешь задать какой-то, какой-то конкретный вопрос задать, например, или попросить что-то сделать людей. Что-то сделать людей. Да. Ну, это требует времени, конечно, чтобы так изысканно придумать дизайн. У тебя нет времени, и оно наступило прямо сейчас. Ну, давайте тогда вопрос. Давайте тогда за самый какой-то классный интересный вопрос по теме. Практичный вопрос, скажем так. Хорошо. Какой подарок будет за самый практичный вопрос? Давайте карту на месяц, попробовать физмат, протестировать. Отлично. Тогда вот я вам только что выключила месячную карту физмат. Сейчас есть два клуба. Один находится, это про Кастов Яркий, второй находится на Подоле. Можно будет выбрать более удобную для себя геолокацию. А с вас какой-то классный вопрос о том, что вы сегодня увидели, услышали, посмотрели на тренировки, на залы. Может быть, у вас будут какие-то свои эмоции яркие. Давайте это делать, и я тебя попрошу поотвечать на те вопросы, которые будут заданы под видео. Хорошо. Хорошо? Спасибо тебе огромное. Спасибо. Во-первых, за беседу, во-вторых, за то, что ты все-таки не побоялась бросить классную зарплату за чем-то. И однажды ты решила привезти Америку в Киев, потому что классно все-таки меняется концептами. Я очень всегда счастлива, что умные мужчины, а тем более девочки, все-таки рискуют. Несмотря на всю нашу нестабильную обстановку и весь хаос, который творится в неидеальном мире, мы все-таки открываем классные проекты. И нам есть куда приходить, сбрасывать энергию ненужную, получать нужную и быть красивыми. Спасибо. 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 Спасибо.